Кто хочет бесплатные робуксы в Роблокс? Все хотят бесплатные робуксы, но, ребята, я считаю, что бесплатных робуксов не существует. А если вы считаете, что они существуют, то напишите в комментариях, как их получить. Я получу и сниму обязательно видео. А сегодня, ребята, мы будем получать платные робуксы. То есть, я сейчас их буду покупать. На аккаунте моей дочки Люции сейчас всего-навсего 17 робуксов. Она все свои робуксы потратила и говорит, надо новенькие мне, а ну быстренько покупай. И вот я сейчас куплю ей робуксы. Я нажимаю на вот эту цифру 17 и высвечивается иконка. И надо нажать на слово Buy Robux. Я нажимаю и вот какая страничка открывается. На этой страничке видны с левой стороны суммы, а с правой стороны количество робуксов, которые я могу купить. И первая сумма это 4 доллара 99 центов. Ну, ребята, 5 долларов. И вот за 5 долларов американских я могу купить или же 400 робуксов. Вот здесь первая сумма. Или же я могу купить 450 робуксов. С правой стороны зелененькая кнопочка. Так почему 450 робуксов я могу купить за 5 долларов? Да потому что если вы нажмете на зелененькую кнопочку, то каждый месяц роблокс будет снимать с вас 5 долларов и давать вам 450 робуксов. Я не хочу, чтобы с моей банковской карточки каждый месяц снималось 5 долларов. Поэтому я не нажимаю на зелененькую кнопочку. А я хочу просто один раз купить за 5 долларов 400 робуксов. Поэтому мне надо нажать вот на эту кнопочку 400 робуксов. Я нажимаю и вот дальше смотрим. Здесь с левой стороны написано, что сегодня, сейчас, в этот момент времени акций никаких нету. Поэтому за 5 долларов американских я куплю 400 робуксов. Спасибо. А вот здесь внизу, если я нажму, высвечивается вот такая штука. Это здесь надо вводить звездный код роблоксера. В основном это англоязычные роблоксеры, которые получат от ваших 5 долларов какую-то часть. Ну, так как наши роблоксеры не имеют звездного кода и я не имею звездного кода. Поэтому эта графа вам не понадобится. А вот с правой стороны здесь высвечиваются те карточки, по которым можно сегодня заплатить. Это карточки Visa, это карточка Master и еще какие-то две карточки. Я их совершенно не знаю. Кредитные карточки, так называемые. Просто обычные карточки, которые все видели и у всех, я думаю, они есть. А здесь внизу есть вот кнопочка PayPal. Это если у вас такой счет, то с него тоже можно заплатить и получить роблоксы. Но у меня PayPal нету, поэтому я нажимаю сейчас на обычные карточки. И смотрите, что высвечивается. Высвечивается вот такая иконка. И здесь сначала в самом верху надо ввести просто номер вашей банковской карты. Вот здесь написано номер карты. Я сейчас номер своей банковской картой закрашу, замажу, чтобы никто не увидел и не воспользовался моим номером карты. Вот я ввел сейчас номер карточки, а дальше внизу надо будет вводить срок действия вашей банковской карточки. На каждой карточке написан срок действия ее. Там написан месяц и год. Я сейчас ввожу месяц и год. Это не секретная информация. Можете посмотреть. И вот эти цифры высветились. А вот с правой стороны здесь надо ввести секретные три цифры, которые находятся сзади вашей банковской карты. Это так называемый код, который надо вводить при интернет платежах. Этот код находится сзади банковской карты. И сейчас вот здесь внизу надо нажать на кнопочку далее. И ребята, внимание. Вам не обязательно иметь карточку именно в долларах. Вам можно иметь карточку в местной валюте. Именно с нее лучше всего платить за робуксы. В местной валюте. Не долларовую карточку, не еврокарточку, а обычную карточку. Или в гривнах, или в рублях, или там в японских йенах, или в той валюте, которая есть в вашей стране. И вот сейчас высвечивается, что надо опять нажать на кнопочку далее. Далее. Зелененькая кнопочка далее. Я на нее нажимаю. И внимание, здесь начинается, наверное, самое тяжелое. Это дополнительная верификация. Что такое дополнительная верификация? Здесь написано. Пожалуйста, подтвердите вашу карту. Чтобы подтвердить вашу карту, мы временно списали с нее небольшую сумму, менее 2 долларов. Пожалуйста, введите эту сумму в поле, которое находится ниже. Вот здесь это поле, а дальше написано. Чтобы удостовериться, что вы являетесь владельцем данной карты, мы временно списали с вашего счета небольшую сумму, менее 2 долларов. В течение 3 часов она будет полностью возвращена на вашу банковскую карточку. Ребята, они вернули те деньги, которые они списали для того, чтобы я прошел эту верификацию. Дальше написано. Пожалуйста, введите сумму списания в поле выше. Вы можете узнать ее в онлайн-выписке или смс-уведомлении от вашего банка. То есть, ребята, надо зайти в ваш банк, которому привязана карточка, и посмотреть, сколько денег сейчас списала компания, которая проверяет вашу банковскую карту. Я зашел в интернет на сайт своего банка, и смотрите, у меня списали в моей валюте, а я живу в Украине, они списали сумму, которая равняется 20 гривен и 94 копейки. Именно эту сумму я сейчас ввел. Это полдоллара американского, 20 гривен и 94 копейки. И после этого я нажимаю на зелененькую кнопочку, и я успешно прохожу верификацию. Потому что вот что высвечивается. Платеж совершен, спасибо за заказ. И они мне предлагают ввести здесь электронный адрес, мой почтовый адрес, для того, чтобы отправить квитанцию о подтверждении покупки 400 робоксов. Я ввожу свой e-mail и нажимаю на зелененькую кнопочку «Отправить им мой e-mail». Потом на мой e-mail пришло подтверждение, пришла квитанция, что платеж совершен, спасибо за заказ. Но как видите, сейчас цифра 17 робоксов, которая была в начале, не поменялась. Но когда я перезагружаю страничку, смотрим, с правой стороны уже не 17 робоксов, ребята, уже 417 робоксов. То есть 400 вот этих робоксов моментально добавляются на ваш аккаунт, и вы сейчас уже будете крутой, с робоксами, и у вас будет куча денег. Если вы знаете способ получить бесплатные робоксы, пишите эти способы в комментариях. А с вами был Богдан, всем пока-пока!